Возведение пристройки к 59-й школе в деревне Моросино идет ускоренными темпами. Строителям нужно успеть сдать объект к 1 августа, чтобы через месяц школьники сели за новые порты. Подробности о ходе строительных работ в сюжете Луизы Геозарян. Работа на строительной площадке кипит и днем, и ночью. Более 140 человек и десятки единиц спецтехники трудятся в две смены. Благодаря этому генподрядчику удалось сократить отставание от графика. Если в марте оно составляло почти месяц, то сейчас 10 дней. Сейчас мы вышли на строительство монолитных конструкций третьего этажа. У нас залито уже перекрытие второго этажа. Заканчивается кладка перегородок на первом этаже. Техэтаж уже почти что завершен. Сейчас приступаем к финишной отделке и передаем помещение под ИТП, вент, шахты. Будет делаться вся инженерная оснастка техэтажа. Четырехэтажную пристройку, рассчитанную на 400 мест, соединят с основным зданием школы двумя переходами. Возведение объекта, который избавит учеников 59-й школы от второй смены, контролирует глава округа Владимир Ужицкий. Сегодня переходим на суточный контроль за работами. К началу учебного года мы должны этот объект, по крайней мере, завершить. В целом завершим. Тем более он крайне нужен, что мы приложим усилия. Как-то будем заставлять подрядчика в эти сроки, что мы ранее проговаривали, вписаться. В новом здании будут обучаться средние и старшие классы. В нем установят лифт для маломобильных граждан и два инвалидных подъемника. Из старого корпуса перенесут в столовую. Освободившиеся площади перепрофилируют под библиотеку и мультимедийный центр. Луиза Игезарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.